Документарная социальная наука не менее сложная, чем наука в собственном смысле этого слова. Есть такие вопросы, и в частности один очень важный вопрос, на который пока что еще никто не нашел четкого и ясного ответа, с ответом на который согласилось большинство ученых. В этом смысле вопрос о том, что такое политическая философия, предельно важен. Если обратить внимание на западные книги на протяжении всего XX века, даже журнальные публикации, чем книги, но, впрочем, эти статьи в книгах появлялись, то вы найдете статью, которая встречается с определенной степенью периодичности и называется она следующим образом. Что такое политическая теория или что такое политическая философия. Здесь возникают большие проблемы, потому что то, что часто принято называть гуманитарной наукой, особенно в российской гуманитарной науке, например, политической философией, часто на Западе называются политической теорией. То есть это один из самых главных вопросов, если угодно, это такой некий священный грааль политической науки, политической философии, что не является синонимом. Грааль, который никто не может найти. От этого вопроса возникают многие другие воспроизводные вопросы, например, куда идет политическая теория или политическая философия, что с ней будет, как она развивается. В этом смысле наиболее верный вариант — это то, что предложил американский политолог, корефей этой темы, а Джон Ганнелл считается наиболее уважаемым человеком — это посмотреть генеалогию политической теории, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Мы должны признать, что политическая теория в том виде, в котором она известна сегодня и в России, и в большей степени в мировой гуманитарной науке — это американское изобретение. Именно американцы с определенной поправкой распространили это вопрошение о ее понимании именно так, как ставили вопрос о ней. В чем нюанс? В том, что, например, в Соединенные Штаты, когда политическая теория существовала уже несколько лет или, по крайней мере, такая дисциплина, или в определенное время в связи с историческими обстоятельствами приехало огромное количество немецкоговорящих ученых, философов в том числе, которые вынуждены были отчасти не только и не столько работать в философии, сколько прийти в политическую науку. Таким образом, американская политическая теория в сороковые и последующие годы, в пятидесятые, обогатилась за счет европейской, прежде всего, немецкой философии. Те люди, которые были философами, приехали в Соединенные Штаты и принесли серьезные основания, некую солидность и респектабельность политическую науку. Это, например, всем известные люди, которые сегодня у всех на слуху и являются корифеями политической теории 20-го столетия. Это Лео Штраус, Хан Арент, Эрик Фегелин. Были, конечно, с другой стороны, британские исследователи, которые писали в то же самое время. Это Майкл Оукшут, Исаия Берлин, Герберт Лайнел Адольфус Харт, который писал про право и многие другие. Главное, что политическая теория развивалась прежде всего в англоязычном мире. Как в свое время констатировал американский политолог Аллен Роберт Даль, политическая теория умирает повсюду и даже в англоязычном мире. Еще одна очень характерная черта для политической философии и для попытки ответить на вопрос, что это такое. Она заключается в том, что постоянно существовали некрологи политической теории. То есть, сколько она себе существовала. Люди писали конец политической теории, смерть политической теории, закат политической теории. Через 10 лет другие люди писали возрождение политической теории, еще через 10 лет возникали тексты. Это снова смерть политической теории. А иногда, когда, например, политическая теория возродилась в 1971 году с выходом книги Джона Роллза, теория справедливости, что характерно, все решили и сказали, что вот оно, то, что нужно, и политическая философия, теория будет такой. Чуть позднее британский исследователь Джон Грей сказал, может быть, если политическая философия и родилась, возродилась в 1971 году вместе с книгой Джона Роллза, то нужно признать, что она была мертворожденной. Проблема заключается в том, что даже, например, такие непререкаемые, серьезные авторитеты в политической теории, как Джон Роллз и его бестселлер, теория справедливости, которая была предметом политических дискуссий, академических дебатов по поводу содержания политической теории и политической философии на протяжении 20 лет. И даже в это время люди не соглашались с тем, что политическая теория должна этим заниматься. И отсюда проблема. То, что нельзя определить, я подчеркну, что была величайшая проблема в том, что есть политическая теория внутри академической дисциплины, которая называется политическая наука. И в этом смысле она представляет собой, скорее, научное изыскание, в общем, постановку гипотез и попытка их обоснования. То есть политическая теория, как ее Джон Ганнл называет, он ее называет с большой буквы. И политическая теория с маленькой буквы, куда входит огромное количество различных других дисциплин, предметов, там, литература, философия, прежде всего, история и так далее и тому подобное. То есть большая гуманитарная сфера, которая вот так называется. Она же может называться политической философией, но проблема в том, что люди никогда не согласятся и не ответят вопрос, что такое политическая философия, потому что у многих ученых свой взгляд на этот вопрос. То есть чем должна заниматься политическая философия, каков ее предмет. Многие, например, считают, что политическая философия, ее предмет ключевой – это нужно изучать идеологию. И тут же мы спотыкаемся с вопросом, а когда возникла идеология? После Великой Французской революции или она существовала со времен Платона? То есть, например, Платона многие могут называть коммунистом, что, с моей точки зрения, не очень корректно, но это возможно, поскольку многие называют. С другой стороны, многие могут говорить, что предмет политической философии исключительно свобода, и мы не должны изучать больше. Другие говорят, что это предмет политической философии или теории, слэш-теории. Это справедливость. И тут же мы спотыкаемся о еще одну проблему. Хорошо. Если это справедливость, тогда о какой справедливости мы говорим? О той справедливости, как ее понимал Платон, о той справедливости, как ее понимал Пьер-Жозеф Прудон или Карл Маркс, или о той справедливости, как ее понимал Джон Роллс. Все это принципиально разные понимания справедливости. И даже здесь, если мы скажем, что предмет политической философии справедливость, то мы не сможем ничего добиться и договориться даже в данном случае. Именно поэтому главное, что можно сделать, и что сделал упоминаемый Джоан Ганнелл, хотя не только это, у него много зазлок, то, что он описал все эти дебаты, кто что когда говорил о политической теории. То есть он подошел, если угодно, сейчас в России одной из модных тем, относительно модных тем является философия, методология науки. Если угодно, он подошел к политической теории как научной дисциплины, попытался описать ее академическое становление, развитие, как что она развивалась, кто в нее вложился. И это самое главное. Посмотрев на это, можно примерно понять то, как она нелегко трансформировалась, как там люди между собой, ученые спорили, ссорились. И что в итоге из этого всего произошло. Одной из наиболее мощных школ политической теории, политической философии оказалась школа так называемого, но это не совсем корректный термин, штрусианства. Почему? Потому что есть, например, люди, которые считают, что они исследователи, они придерживаются методологии Лео Штрауса, но сам термин не очень жалуют. Они говорят, что штрусианцы — это секта, скорее это относится к политической практике, чем к академической деятельности. Но так или иначе, Лео Штраус оказал огромнейшее влияние. И что характерно, он приехал в Соединенные Штаты через Британию, будучи все-таки серьезно философски ориентированным человеком. И он пришел работать в академическую политическую науку и сумел в свое время, когда американцы попытались сделать политическую теорию исключительно научной, эмпирической, прежде всего. То есть ставить гипотезы, обосновывать, изучать поведение и так далее. Лео Штраус принес эту важнейшую гуманитарную стезю. И у него, как это ни странно, хотя скорее это не странно, есть большая статья, которая была основана на курсе его лекции, которую он прочитал в Юрисалиме, в Юрисалимском университете. Он провел там год, кажется, 54-й или 56-й академический год, который называется «Что такое политическая философия?». И Лео Штраус довольно долго и подробно объясняет, что это, как оно формировалось и означалось. Но для него главное, ну, есть несколько определений. Первое и наиболее важное, это политическая философия должна стремиться по знанию политических вещей, судей политических вещей. И она должна попытаться превратить наше мнение о политических вещах в знание о них. Это первое. И второе, главное, что вообще главный философский вопрос для Лео Штрауса, поскольку он всегда очень ценил Платона, любил его, ориентировался на него. Но это неудивительно, мы все ценим и любим Платона и на него ориентируемся. Это как бы вопрос о благе, о том, что такое благо и как его достичь. И если мы как бы попытаемся операноциализировать вопрос о благе для политической философии, то это будет ответ на вопрос о том, что такое лучший или худший политический режим. Да, что такое политический режим, лучший политический режим. И в этом смысле, то есть предметом с точки зрения Лео Штрауса в данном случае получается не вопрос о том, что такое склад бода, справедливость, хотя это тоже будет отчасти касаться политической философии, потому что, когда мы говорим о демократии, то мы подразумеваем свободу демократии, политический режим. Кто-то считает его лучшим, кто-то худшим, кто-то средним и так далее, там подобное. А в этом смысле, как бы все вопросы политической предметы, там предмет вопроса власти, все предметы политической философии, упомянутые мною ранее, они как бы так или иначе смогут быть вписаны вот в эту концепцию о том, об обсуждении политических режимов. И в этом смысле можно считать, что это одно из наиболее интересных и верных определений, потому что подает и справедливость, и свобода, и власть, и многие другие вопросы. И таким образом, в настоящий момент, предметом политической философии, давайте согласимся со Штраусом, мы будем в данном случае считать вопрос о том, что такое лучший политический режим, как его можно добиться, и о том, какие бывают режимы еще, что в нем хорошего, что в нем хорошего или плохого, и как их можно обсуждать. И что удивительно, Лео Штраус, его даже вам в многом интересовали не только и не столько лучшие политические режимы, сколько он уделил большое внимание худшему политическому режиму и вопросу о том, как этот режим можно изменить без его радикальной трансформации в иной политический режим, имеется в виду тирании. Но оставим Лео Штрауса, и для того, чтобы понять вообще бытие политической теории сегодня, оно довольно сложное, и в целом отчасти оно соприкасается с тем, чем соприкасается вообще философия как таковая. Политическая теория существует, Джон Ганнелл все еще пишет, продолжает копать, как он нам сказали, что методы археологические, докопаться до самых оснований. Одно из направлений, где себя находит политическая теория, это обычно активные, как всегда, феминистские, активные идеологи. В общем, радикальных изменений не происходит. Единственное, что любопытно, что в том числе политическая теория, начиная и политическая философия, активно обсуждаться в рамках большого течения популяризации философии, это тема текстов книг «Философия и популярная культура». В серии этих книг постоянно обязательно какой-нибудь политолог зайдет и обязательно напишет, например, политическая система, если книга о Симпсонах-Симпсонах, или патриотизм Гарри Поттера и так далее. То, что политическая теория или политическая философия находят себя и здесь, и это одно из интересных, перспективных направлений, актуальных этой дисциплины. Продолжение следует...